Торговый развлекательный центр Сегодня в торговом центре для посетителей уже открыт флагманский гипермаркет «ОК» – третий по счету в городе. Формат магазина предполагает широкий ассортимент свежих продуктов, деликатесов, а также непродовольственных товаров. Здесь, безусловно, более гибкая ассортиментная матрица, которая сориентирована как раз на потребности покупателей. У нас есть инструменты, которые позволят изучать потребности и отвечать на эти потребности. Мы считаем, что Нижний Новгород – это стратегически очень важный регион для нашего развития. Мы здесь уже имеем два гипермаркета, и они показывают очень хорошие результаты, экономические результаты. И поэтому был выбран именно этот торговый центр для открытия третьего гипермаркета, как очень удачно расположенного внутри жилого района и очень удобно для наших покупателей. Также в день открытия покупатели смогли совершить первые покупки в первом в Нижнем Новгороде гипермаркете спортивной экипировки французской сети «Декатлон». На базе магазина работает спортивная площадка, на которой каждый может протестировать инвентарь и попробовать себя в различных видах спорта. Кстати, их в магазине представлено около 70, но главное преимущество «Декатлона» – доступные цены. Особенность нашей компании состоит в том, что мы продаем товары локальных брендов, соответственно, то, что мы производим и продаем сами. Практически нет товаров, которые у нас продаются как известнейших брендов, потому что мы стараемся предоставить спорт за очень-очень маленькие деньги. Открытие «Жар-птицы» будет проходить многоступенчато. Скоро здесь откроется уже знакомый нижегородцам супермаркет для самых маленьких «Дочки-сыночки». Далее «М-Визио», «Посуда-центр» и «Литуаль». В декабре «Жар-птицы» заработает «Макдональдс». Свою работу уже начал крупный фитнес-центр «Физкульт». Появление торгового центра оказало серьезное влияние на облик советского района. Раньше на этом месте был овраг и рынок, а теперь благоустроенная территория. Может быть, там, конечно, зимой детишки катались на санках, но в основном все-таки это был овраг, через который было очень сложно пройти. Там были какие-то такие жердочки, мостки, по которым там, особенно в плохую погоду, люди еле-еле перебирались с риском почти, там, ну, может быть, не для жизни, но для ног, рук. Современное «Вене» вот как раз предусматривает именно такие торговые центры. Я, как местный житель, очень рад появлению этого торгового центра. Я счастлива и рада, потому что это рядом, ничего рядом такого подобного не было. Как заходишь, вот все надо. А вот этот магазин, я никогда в таком магазине не была, вот с этим названием, с этой маркой торговой. И, в общем, посмотрела, и цены, и все великолепное. Хорошо, далеко не нужно будет ездить. Ну, даже продукты, большой магазин, вещи можно будет купить. Купили ребенку костюм теплый на зиму, надеемся, что будем носить. Также строительство любого торгового центра группы компаний «Столица Нижней» решает определенную социально-экономическую задачу. Более 1300 рабочих мест появится в Жар-Птице, когда она заработает на полную мощность. Для жителей Нижнего Новгорода это важный аспект в условиях нынешней экономической нестабильности. Кстати, рыночная торговля, традиционная для этого места, скоро вернется сюда в новом уникальном для города формате. Рядом с торгово-развлекательным центром «Столица Нижней» строят современный рыночный павильон, где можно будет купить продукты нижегородских производителей. Екатерина Нисимова, Георгий Захаров, «Столица Нижней».